Я обожаю Death Stranding. Это одна из лучших игр прошлого десятилетия и одна из любимых лично мной вообще. Однако сегодня я не собираюсь петь дифирамбы к крайнему произведению искусства японского мастера. Мне любопытно рассмотреть истинные недостатки игры, а не надуманные глупые претензии, которые не имеют никакого отношения к проекту. Поверхностно ознакомившись с критикой Death Stranding, я стал свидетелем крайне низкого уровня дискурса в ру-сегменте. Кому-то не понравилось заниматься альпинизмом, и это стало поводом для совершенно инфантильного возвышения субъективщины в абсолют. Другой не заметил несколько предупреждений о том, что необходимо двигаться в конкретную точку, дабы произошел самый важный сюжетный скрипт, и вследствие чего постоянно страдал от этого. Третий, насмотревшись трейлеров, начал воевать с соломенным чучелом в голове и инкриминировать Кодзиме тот факт, что игра не соответствует его представлению о ней. Он думал, что выйдет одно, ожидал иного. Иное. Что не написано? Иное же написано. А вы что утвердайте? А вышло совсем не то, не знаю что. Тут вообще без комментариев. Другой нарек господина Кодзиму фанатам Америки. СССР меня сделал тем, кто я есть. Ох ты хуево болячка. Хотя все его творчество – это репрезентация вечного антагонизма между личностью и государством, долгом и чувствами, истиной и ложью. Японский сценарист и геймдизайнер наглядно демонстрируют нам эксплуатацию военных основными мировыми гегемонами. Он показывает игрокам, что судьба обычных солдат ничего не значит для правящей портократии СССР, Китая и Конгресса США. Обычные люди – это инструмент или марионетки, которыми управляют умелые кукловоды в роли номенклатуры. Исходя из сюжетов Metal Gear Solid V и Peace Walker, становится еще более очевидно, что Хидео Кодзима по политическим взглядам близок к либертарианству, а в частности к анархокапитализму. В данных игровых произведениях главный герой создает свое собственное государство в нейтральных водах с фирменными малолетними буленицами и ходячим ядерным танком. Дэв Стрэндинг, в свою очередь, пытается надавить на патриотические чувства главного героя под лозунгом Но буквально с самого первого знакомства с Сэмом Стрэндом, игроку становится понятно, что протагониста заботят исключительно личные мотивы и его близкие родственницы. Таким образом, подобные нелепые обвинения не выдерживают никакой критики и банально не соответствуют действительности. Среди интересных, но нелепых замечаний я обнаружил индивида, который попрекнул японского разработчика в том, что в его игре намного меньше лора, чем в Dark Souls. Хотя в известнейшей серии Хидетека Миядзаки это единственный нарративный инструмент, с помощью которого можно узнать о мире хоть что-то конструктивное. Общепринятого понятия сюжета в данной серии как таково практически нет, в отличие от Дэв Стрэндинг, где соблюден баланс между стандартным повествованием и закадровым описанием. В общем и целом, это все какое-то ребячество и детские выкрики. Давайте-ка перейдем к основному блюду дня, к настоящей профессиональной критике игрового произведения. Первоначально Дэв Стрэндинг выглядит и ощущается невероятно странно и противоречиво. Игра представляет собой очень медленную, на первый взгляд невнятную, во многом медитативную вещь, которая сразу не заходит по определению. Чтобы по праву оценить его достоинства и насладиться эстетикой, в нее необходимо погрузиться, словно бывалый водолаз, в большой барьерный риф. Безусловно, игра обязательно поможет с этим, но в первую очередь необходимо самому загореться искренним желанием. В противном случае японской магии попросту не произойдет. Дэв Стрэндинг – это такой харизматичный, умный, интересный, но очень скромный интеллектуал, которого можно слушать часами, постоянно узнавая что-то новое и интересное, но при этом сам он этого не расскажет, если его вежливо не попросить. Тут проблема заключается в том, что к игре изначально нужно быть настроенным комплиментарно. Геймер не обязан раскрывать игру, копаться в деталях, совать свой нос во все щели. Если произведение скрывает от игрока огромный тюк качественного контента, то последует вполне логичный вопрос. Зачем? Чтобы что? Всяческие упоминания древнего Египта, наушных концепций, наподобие теории абиогенеза и эсхатологических религиозных учений, исключительно красят игру и возвышают ее на фоне эголитарных плебейских подделок. Но чтобы добраться до подобной любопытной информации, которую заготовили разработчики, необходимо большое количество времени и недюжинный мозговой штурм. Хотя можно было бы приоритизировать именно эту информацию над бесконечным пустым словесным поносом логистического характера, свидетелем которого мы становимся в процессе нашего продолжительного путешествия на Запад Америки. В результате такого недальновидного решения начинают страдать более важные для цельной истории вещи, например, персонаж Троя Бейкера, Хиггс. Если сначала нам демонстрируют его как очень крутого, беспринципного и претенциозного БДСа, то в какой-то момент он пропадает с радаров и про него как будто забывают. Более того, внушительный пласт информации, который касается его предыстории, несчастного детства и дальнейшей судьбы в игре присутствует, но почему-то скрыт от игрока и находится где-то у черта на куличиках. Например, в третьем Metal Gear Solid есть похожий на Хиггса персонаж под никнеймом Ацелот. Сперва кажется, что это какой-то дурачок и абсолютно бестолкувый персонаж, который не важен для основной истории и введен скорее с комичной целью. В результате оказывается, что он занимает чуть ли не одну из основных ролей в серии игр Metal Gear Solid в общем и в третьей части в частности. Его раскрывают постепенно, осторожно, по чайной ложечке. Хиггс же, в конечном итоге, вызывает вполне закономерное чувство скепсиса. Несмотря на вполне прозрачную мотивацию, персонаж раскрыт примерно наполовину, если не меньше. Пожалуй, самым неприятным недостатком Death Stranding является середина повествования, где мы вынуждены буквально по 10 часов геймплея перемещать тушу протагониста по разнообразному ландшафту и не наблюдать ни одной катсцены. Все сводится к безумно дежурным скоропалительным репликам о том, что нужно идти в точку А, доставить контейнер Б, перейти через мост С и тому подобное. Лично я смог справиться с подобным казусом путем прослушивания разнообразного аудиоконтента от музыки до исторических лекций. Однако любому игроку понятно, что это серьезный геймдизайнерский просчет. Если во многом перспективная история внезапно начинает терять свой темп и динамику, то это приводит к крайне неблагоприятным последствиям. Например, к тому, что заскучать может даже самый терпеливый геймер, который бесконечно далек от динамичного экшена или кинематографии. Как говорил бывший президент и главный операционный директор Nintendo of America Реджи Фис Эмэ, это утверждение необходимо экстраполировать не только на забавный контекст, но и на увлекательный или напряженный. Когда ты дерешься, скажем, с Людвигом из Бладборна или пытаешься оторваться от монстров в Сайлент-Хилле. В той ситуации, в какой нам предстает Death Stranding, в середине своего хронометража, совершенно неприемлемо. Шанс, связанный с тем, что игрок впадет в тоску и зевнет во весь рот, довольно высок. Сайдквисты в открытом или псевдо-открытом мире – штука крайне важная и помогает лучше разобраться в механиках, особенностях функционирования лора и просто приятно провести время. К сожалению, Death Stranding не блещет разнообразием в данном существенном аспекте. По большому счету, в игре представлены всего несколько видов активностей – поиск с доставкой груза, уничтожение зон противника и самое приятное – перевещение двух весьма приятных дам, азиаточки и персонажа Маргарет Куэли, мамы. Если награда в виде принятия ванны с пенкой со второй мадмуазелью вызывает вполне закономерный интерес, то бесконечный поиск грузов и награда в виде бесконечной рассыльной деятельности ОАО-антиспам вызывает угнетение и продолжительную фрустрацию. В подавляющем количестве сайт-квистов нет никакой нарративной составляющей и хотя бы какой-нибудь простенькой истории. И это на минуточку в эпоху третьего Ведьмака с бесподобными дополнительными заданиями и вполне презентабельными случайными событиями в Red Dead Redemption 2. По-видимому, господин Хидео Кодзима вместе со своей командой сценаристов изначально не хотели распылять внимание на побочные задачи, а решили сконцентрировать свой взор и умы на основной истории. Не думаю, что подобную диспозицию можно отнести к сугубо негативной, но не отметить ее я не могу. Что касается запоминающихся боссов и антагонистов, с которыми мы непосредственно сражаемся в Death Stranding, то тут с ними беда. Конечно, бой с Хиггсом по-своему прекрасен. Тут можно взять игровую консоль PlayStation и наказать консольного хитера путем удара ей по черепушке, или связать Троя Бейкера и заставить его признать ваше моральное превосходство. А самое главное, смахнуть ностальгическую слезу в кулачном бою с Хиггсом, который отсылает нас к прекрасной игре Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots и не менее легендарному бою между Solid Snake и Liquid Macellot. Тем не менее, остальные противники выглядят на фоне этой битвы крайне безвкусно и неинтересно. Огромный лев, гигантский летающий кит и исполинский гигант с тактильной геймплейной точки зрения ничем не примечательны и скорее представляют собой незначительное препятствие, которое можно без проблем преодолеть. Проблема здесь не в легкой сложности, а в том, что они крайне однообразны. Они совершенно не запоминаются и не имеют никакой ценности для основной истории, в отличие, например, от самого первого Metal Gear Solid, где каждый супостат обладал солидным бэкграундом и запоминающимся боевым экспириенсом. Противостояние с Клиффом запомнились как крайне эмоциональные и напряженные моменты. Крайне любопытные сеттинги двух мировых войн и вьетнамской мясорубки были интересно проработаны с точки зрения экшена, левел и арт-дизайна. Однако геймплейная механика борьбы с супостатом вызывала немедленные приступы скуки и зевоты. За три боя нам ни на йоту не поменяли перспективу и контекст разборок. Достаточно было взять огнестрельное оружие и банально расстрелять всех врагов, включая Клиффа. Очень прямолинейно и вообще не в духе старых добрых игр Хидео Кодзимы. Абсолютно блестящие персонажи Death Stranding, которых встречает протагонист по ходу повествования, безумно радуют и согревают душу. Прекрасная Фрейджиэл, милый Дэдман, интеллигентный Хартман, противоречивый Дэй Хардман, брутальный Клифф, карикатурный Хиггс, метафоричная Эмили и очаровательная мама, великолепные персонажи, но как же их мало в самой игре. Многие из них раскрываются только и исключительно в самом конце, как Дэй Хардман. А некоторых и вовсе убирают в середине, как Маргарет Куэлли. Экспериментальный симулятор асинхронного строительства, который Хидео Кодзима впервые ввел в своем игротворчестве, можно признать как успешным, так и неудачным. Безусловно, любители песочниц были в восторге от строительства собственного горнолыжного курорта и надписи на снегу, которые можно нарисовать собственной мочой, демонстрирующей блестящий талант истинного художника. Не надо никому рассказывать, что ты художник, ты так видишь. Говно ты, а не художник. И видишь ты только говно. Но рядовому геймеру, который пришел в Death Stranding за драматичной историей, все это не особо-то и нужно. Весь этот влащенный пафос про восстановление связи между игроками, пустой треп ни о чем. С функцией постоянного подключения к сети, можно смело игнорировать весь этот Minecraft с RTX и спокойно двигаться по сюжету. В отличие от Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, блестящий японец, мягко говоря, ни разу не разочаровал в развязке истории. Однако некоторые элементы подачи мотивационной составляющей персонажа Амелии нехило так меня смутили. Во-первых, в определенный момент консилиум кодзимовских мудрецов решил не снимать катсцены, а предоставил игроку возможность вращать камерой и наблюдать за динамично появляющимися образами, которые описывают критично важную, для понимания цельной истории, информацию. В результате, ты не всегда можешь уследить за контекстом монолога Амелии из-за странного операторского решения. Более того, концентрации метафоричной и непростой для восприятия информации находится на таком плотном уровне, что многие вещи банально вылетают из головы. Например, в Metal Gear Solid 3 из диалога между важным персонажем нас могли переключить в режим своеобразной документалки, где рассказывали максимально важную информацию, которая довольно отчетливо проливала свет на контекст происходящих событий. А когда мы возвращались в режим диалога, то на первый план, как правило, выдвигались именно эмоции, кинематография и лаконичные реплики. Благодаря такому изысканному и правильному режиссерскому решению, наше внимание не рассеивалось во все стороны, а было сосредоточено на конкретном аспекте. Когда же мы в первый раз лицезреем предфинальные сцены с Амелии, то неминуемо упускаем важные для истории детали и в конечном итоге нам приходится пересматривать какие-то упущенные ранее сценарные аспекты. Депстрендинг нужно и даже необходимо критиковать, как и любое произведение искусства. Но, честно говоря, делать этого настолько не хочется, насколько это вообще возможно. Лично я ждал от крайней игры японца отличную историю, искренних эмоций, запоминающихся персонажей и высокий, даже элитарный интеллектуальный порог вхождения. То, что Кодзима делает свои игры максимально непохожими на другие проекты, безусловный плюс и очень смелое решение, которое является в современной игровой индустрии настоящей редкостью. Хидео Кодзима – один из последних настоящих разработчиков, который всю свою жизнь посвящает творчеству. И, естественно, каждому выдающемуся создателю присущая патажность, высокомерие, претенциозность и другие неоднозначные черты. Но если отбросить максималистские ребяческие выкрики и взглянуть на результат работы японского мастера, то можно обнаружить действительно выдающиеся произведения искусства. И пусть там будут свои незначительные недочеты, но это все не важно. Важны настоящие, неподкупные, искренние эмоции, которые делают нас радостными. То, как делает это Кодзима, не делает никто на этом свете. К серии игр Metal Gear Solid, а в частности к первой и третьей части, хочется возвращаться снова и снова, чтобы вновь почувствовать эти фантастические чувства, от которых непроизвольно начинают капать слезы. Не могу представить нечто более чудесное, чем созерцание прекрасным произведением искусства. Кто-то вдохновляется изумительными работами Леонардо да Винчи, кто-то сложными философскими опусами Фридриха Ницше, а мы наслаждаемся поразительными видеоиграми Хидео Кодзимы, которые трогают до глубины души и делают нас по-настоящему счастливыми. Дэвстрендинг имеет самое непосредственное отношение к данным произведениям. Долгих лет жизни и творческих успехов тебе, великий японский мастер! 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 Продолжение следует...